15 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2981, тема «Проповедь благовестия». «У вас столько разных примеров из жизни об обращении людей ко Христу, а было так, чтобы случайный разговор, послушанный где-то, повлиял на дальнейшую судьбу человека?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Самые невероятные истории есть, но все же везде главную роль играет сам человек. Есть ли у него жажда познать истину? Как важно нам разговаривать о божественном?» Кавычки открыты. «Мое обращение к Богу и приход в общину. О смысле жизни я начала задумываться с 15 лет. Мысль о смерти и бессмысленности жизни не давала мне покоя. Мне хотелось понять жизнь во всех ее проявлениях. Для чего добро? Когда зло часто торжествует и ненаказуемо? Смысл человеческих страданий и радостей. Для чего все это многообразие окружающего мира, природы и т.д.? Для чего все это, если смерть положит к всему конец? И что будет со мной после смерти? Уничтожусь ли я, рассыплюсь ли в пыль или буду существовать вечно? Среди своих сверстников я не находила понимания, да мне с ними было и неинтересно. Моими друзьями были люди старше меня намного. Общаясь с которыми, я пыталась найти ответы на свои вопросы. Но кроме наставлений, житейской мудрости я не получала, а душа искала большего. Мои искания еще ограничивались тем, что я жила в маленькой деревне, верующих не было. А в библиотеке не было книг, которые бы мне дали что-нибудь из духовного. По окончании школы я уехал учиться в город. Это время пришлось на период горбачевской гласности. На прилавках книжных магазинов стала появляться эзотерическая литература. Евангелие стояло рядом с белой и черной магией. Я начала читать все, что только попадало мне в руки и на глаза. Из всего мною просчитанного я пришла к твердому убеждению, что есть Бог и душа, и есть вечность. Но что будет в вечности, было непонятно и почему-то страшно. В это самое время я познакомилась со свидетелями Иеговы. Начала ходить к ним в собрания и впервые в руки взяла Библию. Просчитав только две первые книги «Бытия» о сотворении человека, сразу разошлась с ними во мнении о бессмертии души, которую они отрицают. Понимая, что если нет души и нет воздаяния в вечности за преступления, понятия о грехе у меня еще не было, то смысла верить в Бога я и не видела. Возмущало то, что они отрицали явно написанное в Библии, которую они же мне и дали. Библия была мне во многом непонятна. Странно было то, что Бог назывался разными именами и являлся людям в разных образах. Но меня потрясла книга о страшном суде. К ней я возвращалась снова и снова, пытаясь понять, но не могла. Но одно усвоило, что грешники будут мучиться в аду во веки веков, ничего нельзя будет исправить или загладить. На меня напал страх, что я вдруг умру и не знаю, как спастись от такой беды. В это время я начала молиться невидимому Богу о спасении своей души. Круг моего общения в связи с исканиями стал расширяться. Я общалась с экстрасенсами, кришнаитами, православными, евангелистами, баптистами из Америки. Каждый говорил, что у них истина в конечной инстанции, и придя к ним, мои искания будут закончены. «Каждый исповедовал своего Бога, а я думала, что Бог должен быть один, и вера должна быть одна». Экстрасенсы отпали как-то сами собой за некомпетентностью в этих вопросах. От кришнаитов я взяла аскетизм, не стала есть мясо и начала медитировать, думая тем угодить Богу, но тем не менее отбросила их учения за отрицание ада и дьявола. «Легкий путь, предлагаемый для спасения американскими евангелистами, мне показался неправильным и даже оскорбительным, так как аскетизм они почитали за мазохизм и очень в этом высмеивали православных. Приходя в православную церковь, а чаще всего это был Покровский собор, пыталась там что-то узнать. Почитав святых отцов, начала вести дневник. Поговорила со служанками храма, а они мне стали советовать идти в монашки, так как при такой жажде спасения в миру мне не спастись. Там мне открыли, что Бог в трех лицах, что мне нужно обязательно креститься, ходить на исповедь и причащаться. Надо – значит надо. Я принял крещение в 1993 году в Покровском соборе, заплатив 200 рублей. Крестил меня отец Валентин, ныне покойный, на кафельном полу, помочив едва голову над тазом. Исповедание моей веры никого не интересовало, только спросили, заплатила ли в кассу. Потом, пропостившись один день в Великий Пост, я сходила на исповедь. Моя первая исповедь далась мне очень тяжело. Трудно говорить что-то священнику, когда тебе дышит затылок. Да толком я и не знала, в чем мне нужно каяться. Исповедовала то, что более всего меня мучило. Моим духовником стал отец Алексей Гусев. Так я воцерковилась. Но, как ни странно, даже после всего этого личность Христа для меня была закрыта. Я продолжала медитировать. Наравне с Евангелием читала Рериха и Блаватскую. Причащалась. А в душе была невыносимая тоска от того, что я не знаю все же Бога, и как мне обрести путь спасения. Более всего, меня повергало в тоску то, что, открывая книгу «Деяния апостолов», Деяния, 9 глава, 4-5 стихи, читала слова о том, как Саввл гонит Христа. «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Эти слова я относила к себе, спрашивая «Господи, почему я гоню тебя? Почему я иду против тебя?» В монастырь сбежать от мамы не решилась, так как мне было всего 19 лет. Да и мама просто бы этого не пережила. Страдания мои были настолько велики, что я не замечала жизни вокруг меня проходившей. В это время училась в Институте текстильной и легкой промышленности на факультете моделирования и дизайна. Учеба шла легко. В свободное время я бежала в церковь помолиться. Для меня было неважно, была ли там служба или нет. Главное, чтобы никто не мешал, да и на службе я ничего почти не понимала. У меня была одна молитва, чтобы Господь открылся мне и показал бы, как спастись. Я просила, чтобы Он вывел меня из лабиринтов моих познаний. Меня стали посещать различные сны, в которых я видела ветхого днями и с раскрытой книгой. Вид его был страшен для меня. Видела себя в могильном склепе, жаждущей, и как Богородица напоила меня чашей воды, которая утолила мою внутреннюю жажду, и как предо мною открылся путь на небо. Видела себя невестой, ищущей своего жениха, с большой буквы, которого узнала бы из тысячи, хотя его никогда и не видела, как я искала его, идя через лес, болото, карабкась по горам, избив все ноги и задрав все руки. Я просыпалась в слезах и молилась. Меня кто-то ночью почти в одно и то же время начал будить на молитву, и я молилась. Страх перед смертью не покидал меня. В 1994 году в апреле во время Великого Поста я была в Покровском соборе на службе. Шла литургия Василия Великого. Народу было очень много, и так получилось, что я оказалась перед центральными вратами. Была общая коленопреклоненная молитва. Хор пел псалом, да исправится молитва моя. Я помню, рыдала так, что люди на меня смотрели, слезы лились ручьем. Мне было все равно, что на меня смотрят и думают. Какое-то отчаяние охватило меня. Я говорила про себя только, «Господи, да когда же я тебя найду?» И внутри меня прозвучал ответ. «Найдешь скоро, молись». Я встала с колен, успокоенной. Необъяснимая радость меня переполняла. Однажды после вечерней службы я ехала домой. Народу было в автобусе столь много, что трудно было повернуться. Меня прибило волной к двум женщинам. Они ехали с занятий из политеха и рассуждали о божественном. Деваться некуда, дорогой все слушаешь. А тут такое. Они рассуждают, а у меня вопрос на вопрос наплывает. Это были Фатина Сергеевна или Серегина и Марина Морозова, Янчук. Когда одна из них вышла из автобуса, я спросила у другой по поводу невольно подслушанного. Она мне сказала, что если я хочу узнать больше, то могу прийти на занятия по Библии. Я не могла дождаться дня, когда я пойду на занятия. Придя в назначенный день на занятия, я села в первом ряду на первой скамейке. Проповедник стоял прямо предо мной. Игнатий Тихонович огласил тему занятия, над чем они остановились, но вдруг совсем не по теме начал говорить. То, что начало происходить, меня потрясло более всего. У меня возникал в голове какой-то вопрос, а он, Игнатий Тихонович, вслух тут же на него отвечал. И отвечал именно в той последовательности, в какой вопросы возникали. Он говорил для меня, Господь говорил устами его. И я плакал от счастья. «Просто я услышала, что Христос умер за меня, и что ранами Его я исцелилась, что нет другого имени, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись, что жизнь вечная во Христе Иисусе, что Он разрушил уже державу смерти, и что вне церкви нет спасения. А мне остается только верить и трудиться». Придя с занятий домой, я сразу же выбросила в мусорку всю бижутерию, косметику, брюки, ненужные книги. Домашним засвидетельствовала о Христе, думала, что они обрадуются этой новости, но меня сочли за сумасшедшую. Вскоре я подала заявление на крещение, но вообще нойти не торопилась. Поначалу, узнав, что я крещена неправильно, так как не было троекратного погружения, обольщала себя мыслью, что Алексей Гусев, мой духовник, узнав, что я не крещена, обязательно меня окрестит. Но я ошибалась. Когда я ему сказала, что не крещена, так как канон гласит «А еще не крещен» в три погружения «несть крещен», он первым делом сказал, что я начиталась Лапкина, который, как еретик Арий, раздирает тело церкви, что сомневающийся в благодати крещения, кощунствует, что капля воды и моря освещает, что и песком в пустыне крестили, и это признавалось за крещение. Я ожидала любого ответа, но не такой наглости. Глядя на отца Алексея, о распалившегося в словах и не скупившегося на эпитеты, у меня невольно наворачивались слезы, как будто Лапкин писал каноны и Библию. Сам, будучи богопротивным хульником, в собственных грехах обвинял другого. Закончив жаркую речь, отец Алексей спросил у меня, «Ну, все поняла, иди и не сомневайся». На что я ответила, «Поняла, я вам очень благодарна». На этом мы с ним расстались навсегда. 10 июля 1994 года я приняла крещение в селе Потеряевка и стала членом крестозвиженской общины города Барнаула. Мое мнение по вопросу объединения Московской Патриархии и Русско-Православной Церкви за рубежом неоднозначное. Хорошо, конечно, когда нет раздора и вражды, ведь мы – дети одной матери, и Господь над нами всеми один. Если говорить конкретно о нашей общине, которая войдет в состав Московской Патриархии, то не стоит слишком догадываться о действиях Московской Патриархии по отношению к нам. Как говорил Карл Маркс, нет того преступления, на которое не пошел бы капитал. Сейчас ведутся переговоры об объединении Московской Патриархии и РПСЗ а священники Барнаульской Патриархии, а также и епископ Максим настраивают свою пасту против нас, поносят, как хотят, тем самым защищая свое обновленчество и карманный интерес. Не поймав птичку, уже щиплют ей перья. А что будет, когда поймают? То, что, войдя в их структуру, приходы будем иметь доступ к более близкому общению и проповеди, в этом я сомневаюсь. Сама была в Московской Патриархии, зная, что значит, когда священник положит на кого-то клеймо, будет лгать, не краснее и поносить. Но, может быть, будет что-то иное, Бог знает. Страшно и то, что будет с общиной, когда не станет с нами нашего епископа Евтихия, если запретят отца и Акима и дадут другого священника. Думаю, что время покажет, как поступить. Приходько Наталья Николаевна, 40, 83, 75. Версты строк приходится верстать, размашисто отщелкивать страницы, а было время, только береста свивалась в туесок, в духовную греницу. И жизнь в годах, уже в десятилетиях, незримо пишется и не для обреза, не для обозрения. Проявится не только в нас, но в детях, намного дольше нашего исцления. Верстаем в памяти ушедшие уклады, молитвы, встречи, праздничных собраний. Не те вегетарианцы, кто жруют салаты, но не сожравшие ни одного из братьев. История действительно одна, ее перетолковывать не нужно. Как под копирку в нас одна видна, когда со зрением и с памятью мы дружим. Переосмыслить многое придется, переоценку дать тому, что было, о многом-многом пожалеем слезно и оживем все то, что стало пылью. Оживет все то, что стало пылью. Когда и как подвигнулись к Христу, чем отплатили за его услуги. Особо ярко высветит версту, где благовестием распахано, как плугом. Верстается страница и во сне с трудом прочитывается даже и при солнце. Заливка темная, но может покраснеть, а разберешься, никакой в том пользы. Так на какой версте пока что дышим, в известиях последних захлебнувшись? План протоколов возвещают с крыши, апокалипсис вторгся в наши души. Наверстывать упущенное очень трудно, без покаяния и вовсе невозможно. Отверст наперсток. Ангельские трубы уже звучат и наполняют дрожью. 5 февраля 2006 года. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok